Ну а прямо сейчас к нам пожаловали гости, дорогие. И это Кукенов Алдияр, участник команды КВН сборная UAB. Кадурмятов Тимур, участник команды КВН «Врачи прилетели». Александр Ященко, директор Лиги КВН «Алато». Здравствуйте, доброе утро. Мы надеемся, что в нашей студии станет веселее. Да, потому что, во-первых, не поверить мужчины. А, во-вторых, это смешные мужчины, которые любят шутить. Ну и хочется заранее сказать, что 6 октября в филармонии состоится первая-четвертая финала КВН «Алато». Так что, если вы еще не собрались, то собирайтесь точно, идите туда, чтобы посмеяться и хорошо провести время. Кроме этого, хочется заранее сказать, что сегодня в ходе беседы мы разыграем билеты. Ну какое же утро без подарков. Так, давайте начнем. Как проходит подготовка? Это ребятам, да, вопрос? Да, без разницы. Ну, мы не жалуемся даже. Все отлично, подготовка на отличный уровень. Спасибо вот «Алато» Лиге, что предоставили нам возможность. Встретили нас здесь, помогли нам разместиться. В принципе, вот. Стоит отметить для наших зрителей, что это наши гости из Алматы. И в нашем Кыргызстане они впервые, правильно? Нет, второй раз. А, второй раз. Как вам наш Кыргызстан? Чем он вас привлек, чем понравился? Так, город не спит. В принципе, ни по ночам, ни по дням. А ты, как смотрел, и сонный к нам. Ну да. Чуть-чуть не выспался. А так, в принципе, все хорошо. Не жалуемся тоже. Ну, все отлично, филармония возле нас, возле нас есть магазины. В общем, все удобно. Да, и поспать все. Александр, а вы как человек, который уже насмотрелся на различные команды, можете сказать, отличается казахстанский юмор от кыргызстанского? Да, и команды отличаются. Ну, все равно есть какое-то различие. Такому искушенному зрителю, я думаю, что это будет заметно, потому что все равно ребята с Казахстана, конечно, они по миналитету очень близки нам, но все равно у них, скажем так, подготовка немножко по-другому. Ну, да все по-другому, вот они к юмору немножко по-другому относятся, к редактуре по-другому относятся, вот, поэтому, в принципе, есть, да. У нас своя энергия, привезенная из Казахстана. Сколько команд будет участвовать на 1-4? Пять команд. Пять команд. Из каких стран? Казахстан и Кыргызстан. И вот у нас команда, ну, из Кыргызстана тоже талантливые ребята, из Джалабада будут, вот, играть очень талантливые, хорошие ребята. Здорово. Немного прерывем нашу беседу, хочется, чтобы вы рассказали нам, каким образом вы хотите разыграть эти два билета, озвучили вопрос, да, который у вас есть. Давайте. Ну, что ж, озвучим вопрос. В каком году была основана официальная лига Аллато? Вот, да. Хорошо, пока мы будем ждать звонок и правильный ответ, продолжим нашу беседу. Вот мне хочется, не знаю, очень узнать, как вы относитесь к Вайнерам. Не знаю, меня прям мучает этот вопрос, потому что, возможно, вы в одной сфере, возможно, нет. Ну, не знаю, Вайнеры — это достаточно интересная тема, то есть, постоянно писать что-то новое, постоянно быть в общей среде, то есть, искать что-то, шутки из мира. То есть, по сути, это шутки бытовые, но очень достаточно интересного формата эти Вайнеры. То есть, в КВН они обязательно не заходят, но очень заходят на общую публику. Тимур, расскажите, как давно вы в этой сфере? Ну, с год, где-то так. Год. Да. С чего начинался ваш путь? Как вы к этому пришли? Путь. Путь начинался с коробки. Ого! Какое начало! Да, буквально. Начиналось все буквально с того, что я просто выходил на сцену с коробкой на голове. Очень интересно. Это, оказывается, прямой. Да, это я. Я поняла, я смотрела. Алдиара, вы? Мой путь начался с университета, с первого курса. Уже играю три года. Пришел в университет, мне предложили разные организации, там, спорт, литературу, все эти. Ну, я пошел в КВН, потому что там есть свобода. То есть, ты можешь показать то, что на самом деле является проблемой, но как-нибудь перевернуть, и это станет уже шуткой. И, в принципе, КВН дает тебе смотреть на все через шутки, через юмор. А к вайнерам я отношусь отлично. Я сам, в отчасти, где-то вайнерами являюсь. Но есть один минус такой, то, что вот когда вот есть актуальный юмор, ты на него прописываешь. А раз, он через 20 минут уже в интернете уже летает, там все уже пересладывают. А так, в принципе, вайнеры — это наши собратья, можно сказать. Спасибо за ответ. Александр, вот я хотела бы задать вам такой вопрос. Вы, как человек опытный, расскажите, почему участники КВН такие талантливые? Потому что они, вот смотришь, у нас, особенно в Кыргызстане, абсолютно в любой сфере, могут идти куда угодно, и будут работать кем угодно, и у них это получается прекрасно. В чем секрет? Ну, мне кажется, секрет очень простой, что КВНщики учатся не сдаваться. Бывают такие ситуации, когда день за игры, и редактура вырезает там 50-80% сценария, а тебе остается один день до игры, и выбора как бы нет, в любом случае нужно участвовать, играть, и поэтому думаю, что это стимулирует ребят в жизни потом не сдаваться ни при каких условиях. То есть у тебя есть определенная цель, у меня цель, допустим, там вот одна четвертая провести, и что бы ни случилось, как бы ни случилось, все равно стараешься, чтобы при любых обстоятельствах она прошла. Боевые условия, я бы сказала. Боевые, очень боевые. Боевые друзья, я вам напоминаю то, что вы сегодня можете обладателями стать вот этих замечательных билетов на КВН-лиге 1-4, я все правильно говорю, и для этого нужно всего лишь ответить на вопрос и дозвониться к нам по горячему номеру 57-77-97. Для тех, кто только что проснулся, потянулся, потер свои глаза и еще не понял, о чем это мы разговариваем, то я озвучила этот номер телефона, а Тимур, я думаю, озвучит еще раз свой вопрос. Да, конечно. Вопрос, в каком году была основана Лига Аллато? Я думаю, вопрос достаточно легкий, особенно тем, кто любит ходить на КВН и смотреть. Давайте продолжим нашу беседу. Расскажите, вот, Тимур, вы сказали, вы всего лишь, получается, один год, да, в КВН? Да. А чем вы занимались до этого? У вас как-то вилок, это вот вы рассказывали про коробку, то есть это же какая-то судьба, я думаю, она как-то складывается. Ну, нет, на самом деле все произошло чуть более спонтанно, то есть я узнал сначала о том, что есть команда КВН, после просто вот так вытолкнули на сцену с этой коробкой на голове. Ну, знаете, тогда игра прошла вот очень успешно. Вот и после этого просто уже пошло, дальше появляется желание идти, вот тут действительно, как сказал Александр, то, что стремиться не сдаваться, то есть вот развиваться в какой-то степени. И вот так и зарождалась вот эта вот игра. У нас есть телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Можете вопрос повторять, пожалуйста. Сразу же к делу перешли. Ну, давайте повторим вопрос. Итак, в каком году была основана Лига Аллато? В 2003-м. Итак. Нет. Говорят, что неправильный ответ. Спасибо в любом случае, что вы дозвонились и попытались. Пробуйте еще, дорогие телезрители, потому что мы не прекратим, да, мы не прекратим свое вещание до тех пор, пока кто-нибудь из вас не станет обладателем этого замечательного билета. Ну, или пока я их сама себе не заберу. Вот. Дорогие друзья, расскажите мне, пожалуйста, долго готовились к данному мероприятию? Сколько было репетиций? Как вообще все это происходило? Урезали ли ваши материалы, вот как говорит нам Константин, на 20, на 80 процентов? Можно честно отвечать? Да? Пожалуйста. На самом деле подготовка к Аллато, к 1-4 мы готовились за 3 дня. 3 дня? 3 дня, ну это потому что у нас сейчас университет, у нас посвящение. Вы заняты другими. Да, у нас были другие дела, и вот, ну, мы подготовились, в принципе, все поставили, пришли нам, ну, не прям 50-80, но процентов 30 урезали. И сказали немного подкорректировать, подделать чуть-чуть. У нас есть еще один звонок. Извиняемся. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Адилет. Адилет, очень приятно. Я так понимаю, Адилет, у вас есть ответ на наш вопрос. Слушаем вас. Да, конечно. Лига Аллато, образовательный, 3-й мавиатерин, с 2013 года. Какого года можете повторить? 2000, что? 2013. 2012 вы говорите? 2013. 13-го года. Это был правильный ответ. Мы вас поздравляем, наконец-то, билеты нашли своего хозяина. Да. Мы вас поздравляем. Вы свяжетесь еще с нашими представителями канала, скажем так. И вам, конечно же, отдадут ваши билеты. Ну, а нам хочется пожелать вам удачи. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Такая продуктивная беседа получилась. Ну, а вы никуда не переключайтесь. Потому что впереди все самое интересное и обязательно будут подарки.